Безусловно, неудачная и неуместная абсолютно то ли шутка, то ли анекдот о качестве российских эскандеров, конечно, стала последней каплей терпения. И не для многих, кто уже давно эту чашу терпения переполнил, а именно для военных Армении, которые, как мы знаем, по этому поводу выступили со своим заявлением. Но было бы очень странно думать, что вообще все началось с истории недельной или там 10-дневной давности с эскандеров. Все началось на самом деле в 1918 году и продолжилось в сентябре прошлого года. То есть в 1918 году, как мы знаем, произошла так называемая бархатная революция, в результате которой к власти пришел Никол Пашинян. До конца 1918 года, фактически не имея поддержки своей фракции в парламенте, он успешно руководил событиями в Армении, был премьером Армении. Потом провел выборы, используя такой маневр с самоотставкой и самороспуском парламента. Обеспечил себе большинство в парламенте. При этом все это время было заполнено борьбой со своими политическими конкурентами, обвинениями всех предшественников в том, что они завели Армению не туда. И хотя господин Пашинян, надо отдать должное, все это время клялся в верности российско-армянским отношениям и договоренностям, которые были как раз предшествующими властями достигнуты между Россией и Арменией, которые превратили Армению в союзника России на Кавказе, единственного на Кавказе участника договора о коллективной безопасности вместе с Россией, единственного на Кавказе участника Евразийского экономического союза. Все это было сделано при предшественниках Пашиняна. Пашинян, хотя многие его в этом подозревали, из этих соглашений не вышел, но кризис, порожденный вот такой сменой власти в Армении, он отразился на российско-армянских отношениях. Потребовался как минимум долгий период узнавания. Это узнавание, на мой взгляд, ни к чему такому очень позитивному не привело, потому что лишний раз удостоверило, что с армянской стороны мы имеем дело, я имею в виду не только узнавание Пашиняна, но и его правительство, с людьми или ангажированными, или некомпетентными, или случайными. Собственно, за время правительства господина Пашиняна я сбился со счету, сколько раз, например, были сменены руководители службы безопасности. И где сегодня руководитель первый при Пашиняне, руководитель службы безопасности Армении, господин Ванецян, один из активных деятелей оппозиции, который требует отставки Пашиняна. Это уже характеристика. Но дело усугубилось тем, что, не достигнув, как мне кажется, значимых результатов во внутренней политике, господин Пашинян где-то через год после того, как он пришел таким образом к власти и обеспечил себе через полгода поддержку парламента, проведя перевыборы, он решил перещеголять героев прошлого в своем патриотизме и стал задираться в армяно-азербайджанских отношениях. То есть, с одной стороны, породив кризис доверия в отношениях с основным союзником, не имея полного представления о том, что происходит и как нужно вести дело на дипломатическом поприще, не понимая на самом деле военного дела, господин Пашинян завел все это в ситуацию, когда Азербайджан и стоящие за ним Турция решили, что настал нужный момент для того, чтобы совершить реванш. И начали, мы знаем, в сентябре прошлого года войну, которую Армения проиграла, причем с треском, причем таким образом, что утратила не только переговорный ресурс, а именно районы, которые в 1994 году по периметру Нагорного Карабаха были заняты армянскими силами, но и часть, собственно, бывшей Нагорно-Карабахской автономной области или Республики Арцах, я имею в виду Гадрусский район и город Шуши. То есть сегодня все то, что было прежде достигнуто ради того, чтобы на переговорах привести дело фактически к признанию самоопределения независимости Нагорного Карабаха, было растрачено ради остановки военных действий, которые складывались для Армении при Пашиняне провальным образом. Вот господин Пашинян при этом, который получил власть на блюдечке с голубой каемочкой, от Сержа Сарксяна весной 2018 года. Господин Сарксян просто отказался сопротивляться напору Пашиняна и толпы. Он сегодня, вопреки очевидности, затягивает политический кризис, заводит его в тупик и фактически подталкивает временами к гражданскому противостоянию и гражданской войне тем, что отказывается признать свою ответственность и уйти от власти. И отказывается, хотя демагогически заявляет о том, что власть принадлежит народу, на самом деле манипулирует, не давая провести те самые внеочередные парламентские выборы. Он объявляет о том, что только народ должен решить вопрос, но на самом деле требует себе гарантии. То есть, сохранение своего власти на время выборов, чтобы обеспечить голосование своих сторонников, снятие начальника генштаба для того, чтобы продемонстрировать, что он в доме хозяин и способен любому, в том числе и военному, отвертить голову. Вот ситуация сегодняшняя, она не внушает большого оптимизма и, конечно, она может, я предвосвечаю, может быть, будущие вопросы, развиваться разным образом. Выигрыш господина Пашиняна в этой ситуации будет означать неминуемое установление диктатуры демагога, который будет использовать вымышленную реальность в социальных сетях, как он это обычно делает в собственных целях, для того, чтобы манипулировать общественным мнением. Проигрыш господина Пашиняна может быть различным. Или его согласие на шанс, и в этом случае, вполне вероятно, в неочередных парламентских выборах, он наберет какое-то количество голосов, некоторые даже думают, что относительное большинство, не большинство, но относительное большинство при выборах. Или неконтролируемое, непредсказуемое развитие ситуации, когда, вот как говорят в таких случаях, если прижмут к реке, ничего нельзя гарантировать. Помните, это говорил герой в фильме Никиты Михалкова. Так вот, каковы могут быть, я сейчас не хотел бы фантазировать, варианты, при которых не достигнуто будет политического выхода из нынешнего тупика и хаоса, созданного Пашиняном. Тут фантазия может диктовать самые разные сценарии. Но если все-таки хоть сколько-нибудь ответственности у господина Пашиняна сохранилась за судьбой республики, если хоть сколько-нибудь представлений у армянского народа, армянского избирателей есть о том, что люди должны отвечать за свои поступки, то в этом случае, конечно, вопрос состоит в том, что Пашинян должен уйти от власти. Это создаст условия для того, чтобы люди, еще не утратившие доверие, попробовали как-то восстановить возможности Армении, ее обороноспособность, наладить внутреннюю жизнь страны, таким образом, чтобы она не шла от конфликта к конфликту, от площади к площади, от митинга к митингу. Спасибо. Благодарю вас. Передадим слово в Ереван. Дмитрий, пожалуйста, ваши вопросы. Добрый день. По части критики российского оружия ситуация продолжается уже на уровне чуть ниже, не на уровне премьера, но вчера, в частности, в своем выступлении в парламенте независимый депутат Арман Бахаджанян выступил с критикой российского оружия. Примерно было сказано следующее. Мы должны иметь смелость сказать, что оно плохое. И как к таким заявлениям относятся в России? В чем видится подоплека таких настроений в Армении? Ну, знаете, у России есть бездна, и у русского народа есть бездна по этому поводу всякой народной мудрости, начиная с плохого танцора, которого известно, что жмет в любой ситуации. То же самое и с русским оружием, которое почему-то на других фронтах и военных действий оказывается лучшим и уж, по крайней мере, не уступает другим образцам. А вот случай с войной в Карабахе вдруг оказался недостойным того уровня, на котором шли боевые действия. Значит, конечно, все готовятся к прошлой войне, так обычно говорят про генералов, но и выводы из этой войны делают во всех штабах, в том числе и в российском, и в армянском, и в турецком, и в азербайджанском. Но в данном случае главная претензия к военной стороне дела со стороны Армении заключалась, во-первых, в том, что никакого, на самом деле, правильного командования военными действиями, мобилизации сил для того, чтобы организовать отпор, не было проведено. Сам господин Пашинян не выпутался даже из простых юридических обстоятельств, по которым он лично, заявляя везде себя как верховный главнокомандующий, не имел на это ровно никакого права, потому что речь шла о войне в Нагорном Карабахе, во-первых, а во-вторых, для того, чтобы быть верховным главнокомандующим, премьер должен выполнять эти обязанности исключительно в период военных действий. Война официально объявлена не была. То есть он эксплуатировал образ верховного главнокомандующего ради, так сказать, будущих политических дивидендов, не ожидая, конечно, что произойдет, но не имел на это формально никакого права по армянскому законодательству. Все это сопровождалось некомпетентными действиями, все это сопровождалось безалаберностью, все это сопровождалось, и это вот нуждается в проверке, на эту тему много пишут в армянских СМИ, в социальных сетях, ну, фактами предательства, измены преступных приказов. Ну, наиболее, на мой взгляд, удивительный эпизод этой войны – это сдача Шуши. Вот хотел бы выяснить, какое отношение русское оружие имело к тому факту, что город Шуша, который я прекрасно себе представляю, много раз бывал в Нагорном Карабахе, в принципе, недоступный для прямого штурма, с трех сторон это скальная гора, мог быть таким образом бездарно утрачен без всякой борьбы. Тот город, вокруг которого в XIX веке Аббас Мирза со своим сорокатысячным войском стоял 40 дней и не смог его взять. Прежние времена, в XIX веке. Значит, русское оружие нужно скомпрометировать тем людям во власти Армении и поддакивающим им депутатам, которые на самом деле не избавились от своей прозападной ориентации, просто на время ее приглушили, а теперь вышли наружу для того, чтобы предъявить претензии к русскому оружию, а точнее к России как таковой. Русское оружие в нормальных умелых руках достигает своей цели. Русское оружие, которое не хотят использовать оружие, само не стреляет. Господин Пашинян, напомню, сказал о том, что искандеры взрываются на 10%. За время, прошедшее после этого заявления, уже все, включая Азербайджан, Россию и самих армян, подтвердили, что ни один искандер не был выпущен. Откуда у господина Пашиняна такое знание предмета? Он вынужден был после разговора с Владимиром Владимировичем Путином отыграть назад, сделать реверанс и найти там козлов отпущения, которые якобы ему неправильно доложили. А зачем премьер-министр Армении так легко разбрасывается такого рода обвинениями? После того, что произошло, очевидно, ради того, чтобы свалить с болной головы на здоровье. Разрешите еще вопрос? Немного отклонимся от ситуации. Коль скоро вы присутствуете в Белоречии, интересуются журналисты ситуации по поводу вчерашней трагедии. Если вы... Ну, вчера, в принципе, и Союз Армян России выступил с заявлением, что там нет никакой межнациональной почвы, это случилась чисто бытовая история. Вот по этому поводу, что бы вы могли сообщить? Ну, я могу вам сказать, что я прибыл в Краснодарский КРАС вчера и по прибытии узнал о происшедшей трагедии. Действительно, это произошло в Белореченском районе на бытовой основе, на дискотеке. То, что это не носит явно выраженного такого армяно-азербайджанского конфликта, да, на национальной почве, ну, это хотя бы тот факт, что пострадавшими оказались армянин по национальности, к сожалению, господин Саруханов, вот сегодня его полтора часа назад похоронили в Белореченске, и поскольку я веду прием, то мой помощник туда направился вместе с вице-президентом Союза Армян, которая прилетела сюда, Луси Гукасян. Мы с ней встречались, как и с руководством Союза Армян Краснодарского края. Армянин погиб, а второй пострадавший, это русский парень, который сейчас лежит в больнице и которому оказывается вся необходимая помощь. Да, действительно, азербайджанец оказался виновником смерти и ранения. Он сейчас объявлен в федеральный розыск, были заявления первичные о том, что в этой драке участвовал еще один азербайджанец и еще один русский. То есть, с одной стороны, два азербайджанца и русские, с другой стороны, армянины русские. То есть, как бы, мешанина здесь совершенно явно указывает на то, что это не было просто каким-то эпизодом продолжения борьбы в Нагорном Карабахе. И потом, значит, все-таки явились повинные, или точнее, явились вот эти другие участники. Было проведено выяснение, оказалось, что они зря называются в числе участников этой драки. Все, конечно, предстоит в дальнейшем расследовать более подробно. Следствие начато и так далее. Но вот господин Гасанов находится в федеральном розыске, виновник смерти и ранения, смерти одного гражданина Российской Федерации армянской национальности и ранения другого гражданина Российской Федерации русской национальности. Вот то, что происходит здесь. Службы отреагировали незамедлительно, встретились с руководством местных отделений Союза армян и Азербайджанской общины. И как бы были сделаны все необходимые заявления, чтобы это не переросло в какие-то разборки на национальной почве. Я очень призываю журналистов Армении обратить на это внимание. Я не знаю, конечно, я не сотрудник правоохранительных органов, я хотел бы надеяться на то, что виновный будет задержан. Но все дальнейшее мы узнаем. Но как это будут комментировать и кто на этом будет пиариться, здесь я хотел бы надеяться, что подобного не будет хотя бы в интересах межнационального мира и согласия в Российской Федерации. Москва, у вас есть вопрос? Дмитрий, вам слово передаю, у вас их наверняка больше, пожалуйста. Да, конечно. Вот всех интересует мнение в России людей, активно вовлеченных в политику. Как, на ваш взгляд, видится урегулирование, дальнейшее поэтапное урегулирование поствоенной ситуации? Потому что сейчас деблокада коммуникации во многом будет зависеть от судьбы тех людей, которых в Армении считают военнопленными, которые находятся в Азербайджане и в Баку этих людей, их статус интерпретируется по-другому. Вот как в России смотрят на эту ситуацию? Реально ли взаимодействие в транспортной экономической сфере пока не решен вот этот очень важный гуманитарный вопрос? Вы меня ставите в сложное положение, когда я должен отвечать за всю Россию. Я не имею таких неправ неполномочий при всем том, что я подтверждаю и свои должности, и звания. И могу добавить, наверное, к этому из того, что не было сказано при представлении, что являюсь координатором Совета Международного Русско-Армянского клуба, который мной и моими единомышленниками создан именно для гражданского диалога между обществами гражданскими России и Арменией в 2018 году. Так вот, хочу сказать, что на официальном уровне создана, как вы знаете, трехсторонняя рабочая группа, в которую ходят вице-премьеры Армении, Азербайджана и России, и которую российской стороны представляет вице-премьер Аверчук. Она должна была проводить, если не ошибаюсь, 27 февраля очередное заседание, но из-за обострения в Армении это заседание, насколько я понимаю, было отложено. Как раз они-то и занимаются вопросами транспортных коридоров и реализацией вот тех договоренностей, которые были заложены вот в этот трехсторонний документ, который положил конец военным действиям и наметил там определенные решения. Я сдержанно отношусь к перспективам реализации в полном масштабе этого документа, потому что очень многие вещи недостаточно прояснены, и как раз хотелось бы, чтобы с армянской стороны, да, с российской, с армянской, с любой стороны, но с армянской в особенности, работали те люди, которые в состоянии как бы полновесно отвечать за результаты и понимать, к чему приведет то или иное решение. Значит, конечно, очень соблазнительно проложить путь в Россию, через Азербайджан, из Армении в Россию, через Азербайджан. Вы знаете, что Армения пребывает, по сути, в полублокаде со стороны Турции и Азербайджана и могла до сих пор пользоваться только путями через Грузию или через Иран. И те, и другие долгие. Одним из следствий того, что было подписано, явилась активизация обсуждения вопроса об открытии закавказской железной дороги через Грузию. Депутаты Абхазии, хочу обратить внимание, выступили с такой инициативой. Я думаю, это не случайно. И Грузия сейчас должна тоже подумать, что ей выгодно продолжать блокировать движение по ЗКВЖД или дать возможность все-таки осуществлять его хотя бы для того, чтобы, ну, как бы грузы и грузопотоки не пошли по другой, по другой линии. Но все это перспективы не сегодняшнего, на мой взгляд, дня, с точки зрения дальнейшего. Мы знаем, что Азербайджан активно анонсирует планы реконструкции полученных им, возвращенных им районов и строительства там всего-всего-всего на территории как части Карабаха, так и других районов, которые были под контролем до сих пор республики Арцах. Значит, я не сомневаюсь, что лично для президента Эль-Хама Алиева это крайне важно, продемонстрировать, что он в состоянии как бы обустроить все это. Но я думаю, что урок для России и для всего мира, всего происшедшего, к сожалению, состоит в том, что такими путями, которые продемонстрировала Азербайджан и Турция, долгосрочного мира в регионе не достигают. Редактор субтитров А.Семкин